Готовность 90%. Как Севастополь благоустроили к приезду туристов и что еще необходимо сделать? Подробный отчет о проделанной работе представили в правительстве города. Директор Департамента общественных коммуникаций Олег Беркович в начале своего выступления пояснил, речь пойдет о проблемных районах и недочетах, которые предстоит устранить в ближайшее время. Департаментом городского хозяйства проведена колоссальная работа, особенно в сравнении с предыдущим годом. Намного лучше стала ситуация островой. Прекрасно выглядит центр и другие районы с тельпанами. Буду рассказывать сейчас дальше только про недочеты, поэтому предостерегаю просто отложенного ощущения, что все плохо. Среди проблемных мест есть объекты в центре города. Например, набережная Корнилова. Фасад исписан граффити, освещение не работает, а один из колодцев требует ремонта. У памятника солдату и матросу разбита дорога, неподалеку свален мусор, по газону протоптаны тропы. Всего таких объектов 30. Собрать информацию по ним удалось благодаря местным жителям. Была создана и опубликована специальная форма обратной связи на сайте правительства. Мы специально ее сделали с регистрацией через госуслуги для того, чтобы получать не анонимные отзывы, а для того, чтобы у нас был контакт с жителем. Особый вклад внесли и общественники, в частности, организация Севпарки. Оценка объектов проходила по следующим критериям. Подъезд и подход к территориям, благоустройство, санитарное состояние территории и доступность для маломобильных групп граждан. Приводить проблемные участки в порядок будет Департамент городского хозяйства. Есть еще над чем поработать, поэтому в завершение предлагаю продолжать в течение сезона сбор информации по состоянию мест отдыха через эту форму на сайте правительства и через регулярные вылазки общественных организаций и, естественно, жителей на такие проверки, чтобы оперативно можно было исправлять. Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев попросил Департамент общественных коммуникаций подготовить в течение двух недель отчет о проделанной работе над ошибками по упомянутым объектам.